Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но несмотря на то, что мамы нет со мной физически, она все равно постоянно со мной. Она у меня в мыслях, она приходит ко мне во снах, она со мной разговаривает, и я разговариваю с ней. Разница только в том, что я не могу к ней прижаться, не могу подержать ее прекрасные руки, не могу ее поцеловать, не могу видеть ее на вечеринке, как самую красивую и элегантную женщину, пусть простят меня другие женщины. Но это наша потеря, а не мамина. Мама живет в совершенно другом мире, в вечном мире, из которого она пришла, чтобы побыть с нами, и в которое она ушла. И как говорится, рождение это начало, смерть это направление, а жизнь это путь. И хотя маме не всегда было легко в жизни, она все равно верила в Бога, в того, которого она знала. И от этой веры ей становилось легче на этом пути. Все, кто сегодня находится здесь, делили с моей мамой эту увлекательную дорогу, которая называется жизнь. Я уверен, что многим ее проходить гораздо легче, потому что в их жизни была и остается Наташа Быстрицкая. Я сейчас хочу предложить слово всем тем, кто хочет поделиться своими воспоминаниями о маме. Минучка. Другом в течение последних 20 лет. Она не просто другом была, она была ближайшей моей подругой здесь, на этой земле. Это была совершенно удивительная женщина и совершенно потрясающий человек с великолепной душой. Говорить о ее красоте, величии, царственности, вы все видели, вы все знаете, но о ее душе я хочу сказать отдельно. Это был человек, для которого нет чужого горя. Она так переживала любое у ее друзей, в ее семье, как личное горе. У меня было много, в течение этих 20 лет было много всяких потрясений, вот так скажем. И всегда была рядом Наташа. Вы знаете, бывало такое, что мне не хотелось выходить из квартиры, мне не хотелось вообще подниматься с постели. И тогда бежала Наташа, это знала она. И говорила, я тебе сейчас кашу принесу. Это было настолько трогательно, я настолько это все запомнила. Оно будет всегда со мной. Был в моей жизни случай, когда она нашла решение, когда она нашла выход к этому. Мы гуляли с ней во дворе, и я рассказывала ей, так сказать, это был очень такой для меня тяжелый случай. И она мне говорит, знаешь что, идем наверх, садись за компьютер и пиши. Я села за компьютер, она села рядом со мной. Сколько буду жить, эта картина у меня перед глазами. И она диктовала мне. Я была настолько погружена в свое, что у меня мыслей не было. И писала я только то, что она говорила. И хочу вам сказать, что я ей буду это помнить до конца моей жизни. Потому что она меня в этом случае просто повела по правильному пути. Просто направила, показала. Вы знаете, говорят, что там тоже нужны хорошие люди. Я себя так утешала, когда у меня ушел муж. И сейчас я себя так же утешаю, когда ушла Наташа. Светлая память Наташа. Жесть она всегда кого-то встречала, останавливалась. Красивая женщина с белыми волосами публиком на высоченных каблуках. И вот такие упои я ее запомнила. И когда они приехали и поселились с Next Door от нас, вот так вот мы с ней снова стали соседками. Она была моим первым пассажиром. Мы с ней много ездили, нежно любили друг друга. На все шаппинги, везде, все, мы пребывали. Потом она переселилась в Красный дом. И там она стала дружить с моей мамой. И мы снова были близки. И мы снова, я ей очень благодарна за все. За то, как она любила нежно мою маму. Мама, я ей отвечала взаимностью. Мама любила ее, как дочка. Она вставала ночью проверить, или мама спит, или она жива, или она дышит. Она бежала с кашей рано утром. Я Наташу очень нежно любила. Всегда ценила, всегда навещала. И мне трудно до сих пор представить, что ее нет. Я к этому, я как-то получилось так. Я ее часто навещала перед тем, что она, когда она болела. И так получилось, что в тот день, что Вова с ней была поэтмонт, я была там. Ждала, пока Вова соберется. И с ней разговаривала, и все это. Поэтому для меня она осталась в памяти. Красивой, умной, доброй, нужной мне. Мне ее очень не хватает. Она меня любила, и я это знаю. И поэтому светлое. Это светлое, и я это не знаю. Эти человеки, которые были очень близы к ней. Мы дружили. Мы действительно, вот если сказать подруга, хотя я на 10 лет, я старше Наташи, но она была моим основным советчиком. Что бы ни случилось, мы советовались друг с другом. Но друг – это большое дело. Я всегда это слово произношу с большой буквы. Потому что в жизни без друзей жить нельзя. Но Наташа была особенным человеком. А для меня она была примером элегантности, красивости, приятности, дружелюбия. Она была очень тонким человеком. Я ничего не делала без ее совета. Я не покупала нитки без нее. Я вообще не умею покупать. И все, что делалось, все делалось вместе с Наташей. Этот год был тяжелый для всех. И для меня был очень тяжелый. Я себя корю, и я грешная. И Булу говорю, что я грешница великая. Я была мало у Наташи. Но Наташа как-то была далеко от меня. Я когда сюда приходила, я видела эту землю. Я искала, я не могла ее найти. Но не было Наташи. А вот сегодня, может быть, это странно будет звучить, Наташа к нам пришла. Пришла в виде камня. Но навсегда. Вот такая... Я не видела этот памятник. Я не сомневаюсь, что он достоин Наташи. Что она теперь всегда будет с нами. Что можно будет полететь, его так погладить и как-то подумать. Вот это Наташа. Навсегда с нами. В камне. Это великое дело. Я не сомневаюсь, что Сережа, Боря и вся семья вложили всю душу в этот памятник. Я понимаю, что я что-то говорю плохо, не то. Я не могу выразить все от того, что у меня накопилось. Ну просто мне очень... Все нормально. Нет, ну я не могу не волноваться. Я грешница. Я каюсь каждый день. И один из грехов, то, что я мало посвящала дней, вот здесь, на кладбище. Но сейчас... Ну не волнуйтесь, потому что в течение года все равно на кладбище до того, как памятник стоит, ходить тут не обязательно. Я хочу, все в порядке. Но сейчас, сейчас вот Наташу... Все мы должны сказать, здравствуй, Наташенька. Вот она пришла в камни, но пришла к нам навсегда. Мы это все помнили. И приходили, клали либо цветочки, либо камушки. Но мы ее никто не забудем. Это настолько была яркая личность, что никто ее никогда не забудет. Я не буду повторять то, что сказали предыдущие. Я только скажу, повторю, не боюсь, что это был красивый человек. Она красиво жила и могла так же продолжать красиво жить. За спиной какого мужа, какого лоденька. Имею такого сына, как Сережа, с его семьей и со всей их семьей. Вы знаете, однажды, проходя по еврейскому кладбищу, вот здесь, я натолкнулся на такую надпись. Идите осторожно, не топчите мой прах. Я уже дома, а вы еще в гостях. Вот то, что сказала Мила, я тоже верю. Я сам по себе верю, что сколько мы говорим, сколько мы вспоминаем, сколько мы говорим о тех, кто ушел. Они живы, они среди нас. И я хочу вот то, что пришло на ум, сказать. Ведь невозможно прошлое вернуть и боль унять лекарством прошлых лет. Друзья уходят, остается путь. Друзья уходят, остается свет. Вечная тебе память. Друзья нет времени. И регламента нет. Я ее очень любила. И мне кажется, что она меня любила. И мне ее очень не хватает. Подняться еще выше и выше. Я сейчас вам раздал эти флайерсы, пожалуйста. Я желтым отметил, когда надо говорить слово Амэн. Это, пожалуйста, вы бы очень помогли моей маме, если бы вы говорили в тот момент, когда нужно. А я постараюсь вам, может быть, как-то дать знак, когда это происходит, если кто-то не сможет следить. Амэн. 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 По традиции, по традиции, Сябочка прочтет то, что написано здесь, на память. Продолжение следует... Все на этом, в общем-то, сейчас каждый может положить цветы на могилу. Я принес камушки. Мы по еврейской традиции кладем камни на могилу по той причине, что камни не умирают. Как не умирает наша память и любовь к моей маме. Наша общность, наше единение за то, что нам хотелось. Я надеюсь, что мы, еще собравшись здесь, после того, что присутствовали на открытии каменника Наташи, мы еще поговорим, мы выразим наши чувства, нашу любовь, нашу спойку, что ее нет с нами. Но я хочу предложить первый тост. Давайте выпяну за ее свет память, чтобы она жила в наших сердцах. То чувство, которое сегодня наполняет наши сердца, чтобы оно сохранялось у нас на многие-многие годы. О, моя. О, моя. О, моя. Да, поднижай. Миша, чтобы не было памятника, чтобы еще и еще раз вспомнить эту невыкновенно теплую, светлую, добродушную женщину, которой была Наташа. Но то, что предстало нашу надзору, когда открыли памятник, я вам скажу, восхитило нас. Восхитило тем, что при подготовке к этой церемонии семья выставила самую высокую планку. Необыкновенной памятник, который светится каким-то ярким светом, отражая сияние сердца Наташи. Сама Наташа, волшебный ее вид, ее глаза сияющие, обворожительная улыбка, все напоминало о прежней Наташи и о той высокой планке, которую держала семья всю эту жизнь. Прекрасные в гостике души, палитра красных, чиноветических качеств делали ее всегда заметной, привлекательной, и к ней тянулись люди. И те, которые очень близко ее знали, и те, которые здесь узнали. Все тянулись к ней, как бы магнита, потому что это был человек необыкновенной души, открытого, большого сердца. Она могла быть простой, доступной, коммуникабельной. А с другой стороны, вулканический одесский темперамент проявлялся в ее целеустремленности, настойчивости, достижении желаемых результатов. Она знала всегда, к чему стремилась, что ей надо и зачем. Наташенька обожала свою семью, благотворила красавицу Абочку. Очень-очень любила и всегда интересовалась знанием своих прекрасных детей. Сереженька, Машенька. Ну, надо сказать, что она необыкновенно трогательна, нежно заботилась о своем муже Володе. Потому что между ними было не просто взаимопонимание, а между ними была большая любовь, которую они смогли пронести через всю свою жизнь. Она всегда интересовалась жизнью Володи. Она очень волновалась, когда он куда-то уезжал, смотрела, выглядывала его в окошко, потому что машина, человеческий фактор, все ее беспокоило. И такой радостной она была, когда приходил Володе домой. Извыстанность, утонченность, груза, душевная гармония, красота – это то, что привлекало к ней окружающих даже тех, которые ее не знали. И когда я думала о встрече с ней в виде памятника, я вспомнила, что у меня есть одно стихотворение, которое я ей посвятила на юбилей. Это отрывочек из этого стихотворения. Наташенька, Наташа, Натали, родители тебя красиво нарекли. Высокая поэзия и песня для ними не звучит. И чувствуется в пушкинской эпохе колорит. Прошли с тех пор целых два века. Ты заслужила с большой буквы звание человека, которому подвластны стиль и мода. И, несмотря на пройденные годы, Наталью Гончарову вспоминая, с тобой ищу я общие черты. Душой и сердцем понимая, ты ближе и роднее, современней ты. Наташенька всегда была для нас кумиром, примером для подражания. И будет всегда для нас символом женского счастья, женского очарования и необыкновенной душевной красоты. Простите, что я иногда пользовалась листочками, потому что волнение настолько переполняет, что даже забываешь то, о чем хотела сказать. Спасибо вам, дорогие, что вы нас добрали, что мы еще раз встретились с Наташей. Пусть это Наташа прошлая, но для нас она настоящая. Сколько будем летать, мы всегда живем с ней. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конфигурацию этого памятника, ее фотографию. Ведь она там как живая. Будем надеяться, что Наташа по тустороним мире слышит о том, какие слова сегодня о ней говорят. При жизни мы ей не говорили этого. А теперь я тебе не мешаю. При жизни мы ей не говорили. Может быть, кто-то говорил. Но я этого не слышала. Мы немного прожили вместе с Наташей под одной крышей в одном доме. Но вот то время, когда мы прожили вместе, я вспоминаю с благодарностью. Потому что не было случая, чтобы она не зашла и поинтересовалась, как мы себя чувствуем, какие у нас планы, что мы собираемся делать. Прийти, пожаловаться на свое здоровье. Чем могли, мы советами помогали. К сожалению, мы оказались бессильными. Но если врачи оказались бессильными, так нам и сам Бог берут. Наташа была прекрасной матерью. А своим сыном она называла его только Сереженькой. И никак иначе. Абочка, любимая внучка, которой посвящалась ей много времени. Я помню тот период, когда... Наташа, что вы будете делать? Я буду делать сырнички. Абочки надо повезти в сырники. И вот эта забота, эта теплота, которую она старалась окружить и сына, и внучку, свидетельствует о ее доброте, о ее сердечности. Говорили здесь о том, что она была женщина. Да, она была действительно настоящая женщина с большой буквы. Женщина, которая любила все. Красивые вещи, красивую посуду. Она с удовольствием накрывала стол для своих друзей. Теми блюдами, которые она сама приготовила. Была счастлива, когда к ней приходили друзья. Любила своих друзей. Ой, пусть и земля будут пухать. Ее очень не достает. Я хочу сказать, что когда Сережа готовился к сегодняшнему, он читал, смотрел, как там проходят... Такие церемонии. И мне запала одна... Ну, где-то читал, и мне запала такая мысль, что... Что по истечении года мы смотрим на события того, что нас покидает близкий человек, то есть по-другому. Потому что когда такое трагическое событие случается, мы переживаем, мы страдаем. А вот по истечении года мы можем уже посмотреть... Да, конечно, нам больно, но мы можем уже посмотреть по-другому. Мы можем посмотреть... Не так устро стоит вот эта саноза в сердце. Она отпускает немножко, и мы можем уже... Мы можем уже вспомнить этого человека. Надо будет дать микрофон. Видишь, им приятные события приходят нам в памяти. Я хочу сказать, почему я начала дому говорить. Потому что мне не хватает, тетя Наташа, мне не хватает... Я скучаю. Хочу, что я хочу. Я скучаю выйти покурить. Я хочу с ней покурить. Я хочу покурить. Я хочу с ней... Вот, посидеть, поговорить. И вот это то, что я слышу от вас тоже. Я с вами... Я вас чувствую. Я думаю, что вы чувствуете меня. Потому что хочется выйти покурить и поговорить. Вот. Все правильно. Я думаю, что именно вот этого нам всех не хватает. И вот с этого она... Она была вот... И... И... Она была... Я совершенно на нее не похожа. Мы с ней. Она действительно... И как я слышу от вас всех... И я с вами тоже совершенно согласна. Она замечательная. Она была ращена женщиной. И вот... Во всех маленьких деталях... Я... Я... Никогда у меня этого не получится. Чтобы одеть это, то, пятое, десятое. Ну, это ни у кого не получится, чтобы это выглядело нормально. А у нее получалось. Вот она выходит. И вот она работает. И как все потрясающие женщины, как мне кажется, она совершенно независимо любила двух своих мужчин до... До... Я не знаю, чего так не нужно. Вот... То сама забыли меня. И я знаю... И второе. Я предлагаю выпить сегодня в этот день. За эти мужчины. Да, правильно. Потому что она об этом не хочет. Да, спасибо. Правильно. Молодец. Ты права. Я подняла великолепную тему. Вот при всем при том, что Наташа была женщиной, красивая, элегантная, чудесная женщина. Ну, она была... Ну, как вам сказать? Вот некоторым людям, интеллигентным людям, очень-очень идет ругаться. Конечно же мне. Наташа так потрясающе ругалась. Ну, просто потрясающе. Я обалдела всегда, честное слово. Она не ругалась, она не ругалась. Да. Нет. Это самое краткое. Я вам хочу сказать, ну, видите, значит, в те минуты, когда, в те часы, когда мы пятером общались, в основном в мире. Наташа, ты входила в стол и не болела. Паразитка, я тебя так люблю. А ты только люблю. Вот хочу сделать ему... Она знала, что он очень любит... Ленивые варенья. Ленивые варенья. Да, она пошла, чтобы его проведать. Да. Ну, я сделала. Ну, вот она... Как ты сказала, выражалась, да? Вот выражалась. Она сам выражалась. Красиво? Да. В общем, что я хочу сказать. Памятник, конечно, потрясающий. Но еще важнее, чтобы она была в нашей памяти, в памяти близких, родных и друзей. Она действительно будет в нашей памяти, потому что это светлый, добрый, отзывчивый, очень хороший был человек. Светлая память ей. Спасибо. 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 Комплименты. Комплименты. Это правда. Правильно. Живет на земле до тех пор, пока живет последний человек, который о нем помнит. У меня очень короткий тост. Я хочу, чтобы вы все жили очень и очень долго и сохраняли при этом память о Наташе. Спасибо, Толь. Спасибо. Чокни здесь, пожалуйста. Давай, чокни. Что ты там? Было у моей дочки две бабушки. Остаться одной бабушкой – очень большая приятность. Особенно потому, что бабушки, в общем-то, по натуре разные. Когда дети растут, мы думаем, что они нам уделяют недостаточное время. Что мы их любим так, а они нас любят, в общем-то, не так, как мы бы хотели. И очень часто забываем о том, что детям очень трудно высказать то, что они хотели бы высказать. Истеснение, и невозможность организовать это все. Поразило меня позавчера, когда мы, то есть с самочкой трудно уже видеться, мы все через это прошли, здрасте, до свидания, машина ждет, и это своя жизнь. Так вот, нужно было ей написать сочинение. Сначала она хотела написать сочинение, что ее прадедушка был владельцем цирка. Владельцем цирка. Он никогда не был директором цирка. Он был у нас владельцем. Ее понятие – это… Ну какая разница, кто это здесь понят? Думала, думала. И вдруг приходит, я говорю, ну что там, он цирк, я написал. Оказывается, буряк – это бит Руц. Я говорю, причем тут цирк. Буряк – это бит Руц. Я говорю, причем тут цирк. Она говорит, да я написала о том, как моя бабушка варила мне борщ. Бабушка варила мне борщ. Из всего цирка. Варила мне борщ. Так вот, что я хочу сказать. Говорить о моих чувствах Наташи – это лишнее. Я когда-то ее так же, как Машенька, называла тетей Наташей. Потом они нам устроили совершенно другую вещь. И я перешла с ней на «ты». Мы очень часто виделись. Либо в субботу, либо в воскресенье. Мама с Наташей приезжали к нам на ланч, чтобы посидеть на брус. Говорить мне было с ней очень легко. Потому что лексика, в общем-то, не очень уменьшается. Понимать ее мне было тяжелее. Потому что она намного мягче. Она намного… Я не знаю слова такого. Не то, что мне трудно по-русски. Я по-русски не знаю. Я просто не знаю. Она жила жизнью других людей. Я очень люблю любить людей. Но не могу сказать, что я живу в этой жизни. Выпить я сейчас хочу за самого ей любимого человека. И я в этом более чем уверена. Потому что ее мальчик – это ее мальчик. А вот ее внучка – это была ее внучка. Я больше чем уверена, что она память о Наташи принесет в сюжет. И то, что она сегодня боялась даже выйти прочесть. И то, что она с большим трудом 30-го числа в день смерти Наташи пришла за школу. Говорит, я бы позвонила Гурина. Я не знаю, что сказать. Но память о бабушке, не только потому, что она варила борщ и делала сердечки. О ее тепле, о ее руках. Это остается не все. Я хочу выпить за самую лучшую бабушку. И я хочу пожелать нашей своей мужичке, чтобы она взяла все, что ее устраивает. От одной бабушки, от другой бабушки. И жена сверху за счастье. Да, пожалуйста. Кто пьет, кто не пьет, желайте за те, которые пьют, чтобы в рюмках было что-то. Что я хотела вам сказать. Вы сегодня были в месте, в котором... Итак, я сегодня прошелся по кладбищу и лежит там очень много близких и любимых нам людей, с которыми была связана наша жизнь. Наверное, у каждого сидящих... Почти у каждого сидящих за этим столом. Там есть кто-то, с кем когда-то что-то было связано. В Одессе был когда-то тост, мы пили за тех, кто в море. Это за тех, кто отсутствует за нашим столом. И мне, конечно, хочется выпить за тех, кого с нами нет. Но вы знаете... А потом я подумал. Давайте мы выпьем не за тех, кто с нами нет. Кого с нами нет. В фильме, мне сейчас вспоминается, в фильме, был такой фильм «Гладиатор». И последняя сцена, я часто вспоминаю, последняя сцена в этом фильме, там, когда главный герой умирает, его друг подходит к его могиле и говорит, мы обязательно там встретимся. Потом он говорит фразу «Пот нот ет». Я хочу, чтобы вы каждый подняли рюк, посмотрели друг другу в глаза и пожелали каждому, кто сидит рядом с вами. «Нот ет». Еще нет. «Нот ет». Вы знаете, в общем-то, прошло 14 месяцев. То есть, год, как нет Таташи, и два месяца ее болезни до того, что она ушла. Какое-то странное чувство сопровождает меня на протяжении всего этого времени. Чувство какого-то необъяснимого ожидания. Когда я был в госпитале, я все время ожидал какого-то чуда, что она, так сказать, не уйдет. И вот этот год, который прошел, все мне говорят, время, 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 вот придет год, вот так сказать, как-то станет легче, это все. И вот это такое госпитное чувство, с одной стороны, я как бы что-то жду, а с другой стороны, я прохожу какой-то кусок жизни, которого уже, так сказать, не будет, он уже пройден, понимаете, вот. Как-то разбег не такой, что сказать, большой. Но что я особенно хочу сказать. Вы знаете, вот как я прожил этот год. Я не знаю. Ну, говорить о том, что там мне тяжело, что я потерял самого любимого, дорогого человека, наших чувствах. Все присутствующие здесь прекрасно знают. Но, что же все-таки помогло мне, в общем-то, выстоять, любить, и я остаюсь сегодня перед вами, в общем-то, как бы не совсем выбитый из кольей человек. Это моя семья и мои друзья. Мой сын, моя невестка, моя внучка, Вика, в общем-то, все мои родные и все мои друзья. Я не хочу сейчас называть, начиная там, Милочка, Рита, Лина, все. Я мог быть, я просто боюсь, что я кого-то не назову, но все абсолютно. Такое тепло, такое внимание, какое я ощутил на себе за это время, это было не только чувство, которое проявлено ко мне. Это было какое-то внутреннее желание моих друзей выразить свою любовь к Наташе. И она как-то трансформировалась в какое-то чувство заботы обо мне. Я, конечно, безгранично всем благодарен. Я, в общем-то, думаю, что, когда Рита часто говорит об этом, вот, друзья, близкие, это мы иногда некоторые вещи раздражаем, они как будто бы сами по себе, они дают в себе самый глубокий смысл и, в общем-то, который определяет сдержи нашей жизни. Да, сказал Рита. Я безгранично благодарен. Знаете, мы нервничали. Ну что, я не буду скрывать перед вами. Мы нервничали, когда задумали о памяти. Сережа первый заговорил о том, что, папа, пройдет год, мы должны поставить память, потому что мы хотели собираться там периодически. Я помню, когда ушел из жизни Игорь, как Лина. Каждый месяц. Собирались каждый месяц. Потом, в общем-то. Но мы ждали этого времени. И мы, конечно, я очень нервничал, когда вырисовывался этот памятник, потому что я сегодня подвел лавочку и говорю, Любонька, вот, это ты приведешь сюда своих детей и покажешь, что это твоя бабушка здесь любит. Понимаешь? Мы хотели, мы сначала с Сережей думали делать портрет, не делать портрет. Какие-то... Но мы ограничились тем, что мы решили сделать Наташу портрет и написать Наташу. Она любила. У нее и Наташа Быстрицкая, это как-то это все сочеталось. Понимаете? Я, конечно, очень признателен, потому что, ну, смешно было бы говорить, что мы как-то были без... Нет, нам хотелось, чтобы это все как-то воплотилось в то избояние, которое, в общем-то, хотелось. И Годовика ко мне подошла на кладбище и сказала, А никто же не видел, никто, кроме Сережи, и меня не видел же, понимаете? Это все только сегодня открылось и пристало перед обозрением. Так что это и Годовика сказала. Я хочу продолжать то, о чем сказал Сереженька. Давайте выпьем. За мою семью, за моих родных, за моих друзей, за нас всех, сидящих за этим столом и за тех, кто у меня с нами, на которых есть в наших сердцах. И дай Бог, чтобы мы еще многие-многие годы только чувствовали теплоту, искренность всех нас. За вас, дай Бог. Я уже выпила свое вина. Давай, что я хотела. Вот так ты направляешься, все видно. Все, все, говорю, но не надо. Такого большого общества не надо. Если бы была компания, вот сидело бы у нас 10-12 человек. Можно. Это совсем другая аудитория. Вот и ваянный тоже. Но это чемодан. Как у нее все сутки были. Я. Трехиск. Да, я хочу. Да, я хочу. Когда я ее поднимаю, если в машине, там она бросает, я не могу. Я сейчас не могу. Я сейчас не могу. Я не могу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...